Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном часто встречающемся дефиците на многих садовых и огородных растениях, особенно которые выращиваются в защищенном грунте, особенно если используется исключительно органическая технология выращивания растений. Это калиевое голодание, когда растениям не хватает калия. Калиевое голодание проявляется в виде желтой каемочки на листьях томата, которая постепенно подсыхает. Верхние листья подкручивают листочки внутрь, подобные же симптомы характерны. И для огурца, когда по каемочке огурца возникает по краешку огурца желтая каемочка, которая постепенно подсыхает и осыпается. Также признаком дефицита калия у огурца, особенно у многоплодных партенокорпических гибридов, является пожелтение завязи, особенно на фоне слишком высокой или слишком низкой температуры. Это тоже недостаток калия. Растения и огурца, и томата в калии нуждаются особенно во время плодоношения. У томата в случае недостатка калия плод становится такой волокнистый, с белыми такими прожилками, стволоватый такой, как я называю, твердый, невкусный. Ведь калий обеспечивает переток, в том числе сахаров, из листьев в плоды, а также участвует буквально во всех ключевых и неключевых обменных процессах у растения. Что же делать, если вы обнаружили калийное голодание? Ну, прежде всего, нужно было провести мероприятие по обеспечению почвы достаточным количеством калия. К сожалению, компосты содержат очень низкое количество калия, точно так же, как и азотистые органические компоненты, например, такие, как, ну, тот же зерно гороха, какие-то органические смеси, содержащие бобовую муку и так далее. Они содержат мало калия, поэтому калий должен наноситься дополнительно. Очень многие, кто придерживаются принципов природного земледелия в качестве источника калия, используют золу и начинают сыпать ее без меры, в том числе подкармливая растения, и зольными растворами. К сожалению, это плохой путь, потому что зола содержит значительное количество карбонатов. Карбонаты, попадая в почву, связывают кальций и другие элементы, и магний в нерастворимые соединения, тем самым лишая растения доступа к этим элементам питания. Начинаются вершины огнили, начинаются другие проблемы, и все это может быть связано даже вот с внесением больших доз золы. У нас есть видео, как этого избежать, как вытеснить эти самые карбонаты из золы и подкармливать золой уже правильным раствором. Это очень важно. Но, как бы там ни было, использование сульфата калия, вот такого вот порошочка, для подкормки растений, у которых обнаруживаются уже симптомы калийного голодания, и калий надо подкармливать именно в почву. Не стоит делать внекорневые обработки. Калий не очень-то хорошо потребляется листовой поверхностью. И если еще внекорневые обработки хороши в начале вегетации, то во второй половине вегетации смысла во внекорневых обработках вообще никакого нету. Разве что магний и борная кислота будут вполне уместны в качестве подкормки. Все остальное надо вносить уже во второй половине вегетации обязательно в землю. Итак, делайте раствор из одной столовой ложки сульфата калия на ведро воды и обильно литр такого раствора вносите под каждое растение томата. И не забывайте, что во второй половине вегетации, когда образуются плоды у томата, перца, баклажана, у других растений, в этом случае потребности в калии у них растут. И никакая основная заправка компостами, а ведь они могут дать еще и избыток азота, что может вызвать жирование. Тут все должно быть тонко и гармонично. Поэтому используйте эту подкормку обязательно для того, чтобы получить вкусный, богатый урожай без каких-либо недостатков. Чем быстрее вы сделаете подкормку, тем самым вы минимизируете потери от недостатка калия у ваших растений. Слечайте какие-то симптомы, пятнистости, которые вы обнаружите у себя на растениях с такими же симптомами, которые я вам показываю здесь на нашем канале Процветок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить эти выпуски. Обязательно нажимайте на колокольчик, вы будете получать уведомления о всех наших новых выпусках. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok